Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 3 марта и я продолжаю тему чем обогреть теплицу. Я уже рассказала про инфракрасные обогреватели, которые мне понравились, которыми я пользовалась в прошлом году первый раз. И первый раз в прошлом же году у меня появился вот этот вот газовый обогреватель, про который я говорила, что меньше восхищения он меня вызвал, чем инфракрасные. Сейчас объясню почему и зачем я его купила. Вот правильно Светлана Ди, моя зрительница постоянная, в комментариях сказала, что да, инфракрасные обогреватели это хорошо, у меня тоже потолочные висят, но что делать, когда штормовой характер погоды и когда отключает электроэнергию? Я не знаю, может быть в разных регионах по-разному, но у нас точно так же. У нас как только начинается ветер вот такой штормовой, буря, независимо зима это или лето или весна, только чуть где-то порыв электропроводов, выезжает вот эта монтажная, они отключают, если свет для ремонтных работ и они до утра уже не включают, чтобы им сто раз не ездить, знают, что ветер, вся вот эта проводка она старая, изношенная, что где-нибудь обязательно порвет, замкнет, коротнет, чтобы было меньше проблем у них у людей, просто до установления хорошей погоды стараются не включать, но это я так думаю, потому что иногда сидим два дня без света. А что делать, если в это время уже рассада? И вот в тот раз, когда последний раз у нас выключили на несколько дней, на две ночи, я как раз снимала видео, когда я ходила со свечками и иногда даже приходится свечи выставлять в теплицу, потому что электрообогреватель, который хороший, удобный, практичный, все, свет отключается, мы остаемся. Конечно, я больше чем уверена, что почти ни у кого нет дизель-электростанции на эти случаи, потому что это вообще дорогое удовольствие. И вот поэтому на этот случай я услышала в интернете несколько роликов, там вот рекламируют, что очень удобные, когда нет света, покупайте вот эти газовые. Да, на крайний случай, но вот когда я в году его испытала, я теперь поняла, что он у меня будет стоять на крайний случай, только буду включать его тогда, когда не будет электроэнергии. Сейчас скажу почему. Вот про инфракрасные мне помогла зрительница Надежда Шаталова или Шаталина, извините, я не помню по памяти фамилию, высчитала мне, что вот эти два инфракрасных за ночь у меня 70 рублей намотают. Но я же их включаю только в холодные ночи, когда мороз, а когда на улице, вот правильно говорят, что когда плюс 7 мы уже не включаем. А вот этот вот обогреватель, мы его включили, когда первый раз, и мы подумали, что нам дали некачественный баллон, плохо заправили. Я потом сейчас покажу, как он устроен. У нас две ночи я его включила, у нас кончился газ. Я мужу сказала, наверное, был баллон неполный, потому что не может 10-килограммовый баллон газовый закончится за две ночи. Ну и мы поехали. Я хотела как тоже его применять, так же как инфракрасный, на постоянной основе. Мы поехали, поменяли баллон. Запомните, что баллон стоит 400 рублей. Мы включили его, и за следующие две ночи он у нас опять закончился, и тогда мы поняли, что это фиаско. Что этот очень прожорливый вот этот вот обогреватель газовый. Конечно, тут можно убавлять. Тут можно одна секция горит, две секции горит, три секции горит. Но когда горит одна секция, нет вообще почти тепла. Еще какой недостаток. Он же жар-то вот только здесь. Он не дуется, например, ни в каком, как сказать, направлении. И около него, конечно, очень тепло, но если поставить его в 8-метровую теплицу, например, поставить в одном конце до следующего конца, пока вот эти воздушные массы перемешаются. Сам он не направляет этот теплый воздух, как вот наша электрическая тепловая пушка. Следующий она будет, обзор про нее. И вот он, если ставить его в один угол, он до следующего угла не доходит теплый воздух. Если ставить посредине, то он воздух идет вот в эту половину. То, что за ним остается, опять там холодно. И вот он какой-то неуклюжий мне показался, и еще прожорливый, и еще и страшно с ним. Я вообще газа боюсь. Сейчас покажу, как он там сзади устроен. Устроен он очень просто. Он вот эта вот огромная вся бандура. Он красивый, все как электроплита. Но в нем больше ничего нет, он совершенно пустой. Все. Это, как бы сказать, как какая-то обманка. Вот такая просто красивая оболочка. Просто железная коробочка. Вот. Для этого. Со шланчиком для газа. И стоит она ни много ни мало. 7,5 тысяч. Тра-ля-ля. Вот. Металлическая. Вот эта вот коробка пустая. Все. Ничего здесь нет. Конечно, газ нужно, баллон приобретать свой. Если еще учесть, что к нему нужно покупать газовый баллон, нужно заправлять баллон 400 рублей. Вы понимаете, что это... Ну как, я вот... У меня о нем такое мнение, что он должен быть обязательно у тех людей, кто рано высаживает рассаду в теплице. Или особенно, кто выращивает рассаду на продажу в больших количествах, вот как я, он должен стоять как гарант там на тот случай, что если отключат электроэнергия, то она у тебя нафиг за одну ночь не замерзнется, рассада. Вот у меня в той теплице я первую высаживаю 3000 корней. Это адский труд тяжелый с самого февраля-марта. И вот когда в мае, например, уже тепло, уже все выросло, а бывает раз мороз минус 7, и света нет, и что? Ну все, тогда вот этот вот заносишь. Хотя бы он будет, как сказать, я не скажу, что там будет прям тепло Африка, но он хотя бы минусовую температуру не запустит, ну не позволит опуститься там до минуса. И этот баллон, который ты сожгешь один или даже два, уже будет все равно один или два баллона ты сожгешь. Главное, чтобы сохранить все это свое поголовье. Все. Еще хочу сказать. Сейчас уже многие пишут, что можно приобрести бракованный вот этот вот. И его же не проверишь там. Вот он стоит в магазине, все. Ему дают гарантию. Но некоторые пишут, что можно приехать домой, начнешь включать, она не включается. Я вот это заранее все, ну как, прочитала, услышала. И мы, смешно, мы приехали покупать вот это вот устройство со своим газовым баллоном, со своими ключами, которые подсоединяются. Потому что мы сначала это не показали, я веду, что у нас есть. А я продавцу говорю, а как вы проверяете? Вот говорят, что много заводского брака. Он, нет, нет, это гарантия, это гарантия, нет. Я говорю, ну а если проверить? Он, ну у нас нет же ничего, у нас нет ни баллонов, у нас нет ни ключей. Я говорю, ну у нас-то есть. Я говорю, давайте проверим. Вот он его вытащил на улицу. И мы на тротуаре, люди идут мимо, смотрят. А мне все равно, потому что, как я же надеюсь, хочу получить хороший товар, небракованный. И его вроде 7 тысяч с половиной отдавать бесплатно неохота, они заработаны тяжелым трудом. Он пошел навстречу, он нам подключил, показал, как включать. Все. И только когда я убедилась, что он загорелся, вот это синее здесь и красное, вот эти вот керамика-то красная стала, накалилась, только тогда мы его взяли и повезли домой. Я ехала такая радостная, довольная. Теперь у меня есть газовый обогреватель. Ну, разочаровалась потом уже через неделю. И вот теперь он у нас стоит такой, видите, красивенький, новенький. Я его сейчас протерла и опять поставлю на место, сняла только, чтобы вам показать. Вывод. Перед тем, как что-то покупать, вы подумайте, стоит ли эта покупка, оправдает ли она себя, стоит ли она. Или, может быть, купить маленькую ветродуючку, про которую я буду в следующем видео рассказывать. Она работает не хуже, а даже лучше. У меня работала 15 лет без поломок. В нее я влюблена давно и надолго. Единственная проблема, вы не сможете ее применить, если не будет электроэнергии. Так что вот этот вот шкаф пустой. Он нужен тем, кому действительно он нужен. Все, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok